Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое, поспешно досняли продолжение сериала «Спящий» об американских агентах в нашей стране. Я знал одного американского агента в нашей стране. Вернее, тогда он еще вроде бы не был агентом. В феврале 1979 года, еще не окончив московский университет, я поступил на работу в политический еженедельник «Новое время». У нас было много иностранных корреспондентов, и все они по очереди приезжали в Москву в отпуск. В том числе в отпуске побывал и собственный корреспондент нашего журнала в Токио Станислав Александрович Левченко. Его однажды видел в коридоре. А осенью того же года Левченко перешел к американцам, прямо в Токио. Его американцы сразу же на самолете вывезли в Соединенные Штаты, потому что работа корреспондента была лишь прикрытием. На самом деле майор Левченко был оперативным сотрудником токийской резидентуры внешней разведки Советского Союза. О причинах его побега ходили разные разговоры. Одни говорили, что у него не сложились отношения с начальником. Действительно, бывший заместитель резидента токийского потом приходил ко мне. Я с интересом на него смотрел. Глаза у него были такие страшноватые для начальника. Другие говорили, что Левченко привык к комфортной жизни на капиталистическом Западе и не хотел возвращаться в Советский Союз. Сам он написал книжку о воспоминаниях, я ее читал. Там он описывает сложные идеологические и религиозные мотивы своего ухода на Запад. Наши редакционные начальства вызывали на Лубянку. Чекисты упрекали наших редакторов за то, что как же так, мы проморгали, упустили. Хотя упреки были не по адресу, потому что вовсе не главный редактор нашего журнала отправлял майора Левченко за границу. Это все выглядело иначе. Главному редактору звонили и говорят, что вам придет такой-то, оформляйте его корреспондентом. Потому что решением ЦК КПСС место корреспондента в Токио было закреплено за первым главным управлением Комитета государственной безопасности. Бегство Левченко сильно сказалось на наших японистых разведчиках, потому что весь состав резидентуры, всех, кого он знал, пришлось сменить. Я знал молодых ребят, моих приятелей, которые тогда получили возможность поехать в Токио и начать работать, потому что Левченко их не знал. И знал ветеранов японского направления, которые после того, что лишились работы, их убрали с оперативной работы, перевели на менее интересную. Они были чудовищно потрясены этой историей. Хорошо помню, как после товарища с Каужином мы с одним из бывших начальников Левченко вышли в коридор. И он мне сказал, знаешь, если бы он мне попался, я бы его своими руками убил. Я на него посмотрел, подумал, что он бы так точно и сделал. Конечно, иностранную разведку интересовали высшие государственные чиновники, которые определяли политику страны, высокопоставленные военные, ценные сотрудники военно-промышленного комплекса. Но завербовать их у иностранных разведок не было никакой возможности, потому что в советские времена любой иностранец у нас в стране был под колпаком. Вот я, скажем, работал в политическом еженедельнике и по долгу службы должен был иногда встречаться с иностранными корреспондентами. И я должен был, во-первых, доложить своему начальству, во-вторых, специальные тетрадки записать о встрече. И все эти встречи были замечены. Мой очень близкий друг, в ту пору служивший в Комитете госбезопасности, хорошо помню эту историю, как мы с ним встретились. Ну, как ты поговорил, и называют имя японского корреспондента, работавшего в Москве. То есть, любая встреча советского человека с иностранцем, естественно, не оставалась незамеченной. Кого могли завербовать иностранные разведчики? Разведчиков наших и дипломатов. То есть, тех, кого выпускали за границу, других за границу не выпускали. Дипломаты уходили на ту сторону реже, чем разведчик, чем сотрудники Комитета госбезопасности. Почти все эти истории известны. Одна из них даже запечатлена в книге и в сериале. Альян Семенов, замечательный наш детективчик, написал книгу об этом. ТАСС уполномочен заявить. Потом ее экранизировали. И я помню, в те годы мы с волнением следили за этим сериалом о работе советской разведки. В основу книги и фильма положена реальная история. Ее Ильяна Семенова с санкцией председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова рассказали два генерала. Вячеслав Киворков и Виталий Бояров. Они оба работали во втором главном управлении. Это контрразведка. История была реальная. Речь шла о сотруднике советского посольства в Колумбии Александре Огороднике, который был там завербован на медовой ловушке он попался. У него был роман с Колумбик. Потом он вернулся в Москву, работал в центральном аппарате в управлении планирования внешнеполитических мероприятий. Но дело было в том, что у него возник роман с дочкой Константина Викторовича Русакова, одного из самых близких к Брежневу людей. Русаков был сначала помощником у Брежнева, а потом с секретарем ЦК и руководителем отдела по связям с социалистическими странами. Готовилась свадьба. Чекисты зафиксировали поездку Огородника на юг. И звонок из аппарата Русакова в ЦК местной компартии с просьбой устроить хорошего человека получше. И Огородника решили арестовать. Я думаю, поспешили, потому что хотели предупредить его свадьбу с дочкой Русакова. При аресте он покончил с собой. Но это все в фильме и в книге описано. Впрочем, должен заметить, что суда не было. Документы по этому делу не рассекречены. Поэтому единственный материал, на который можем опираться, это то, что Леонид Семенов рассказал у себя в книге. Но самый знаменитый дипломат-перебежчик – это, конечно же, Аркадий Шевченко. Аркадий Шевченко, который взимал высокий пост заместителя генерального секретаря ООН, а до этого был помощником министра иностранных дел Андрея Андреевича Громы. Причем он близким человеком. Поэтому делал карьеру, завидную карьеру, успешную карьеру. И вот, работая в Нью-Йорке, где находится здание ООН и аппарат ООН, Шевченко предложил свои услуги Центральному разведыванию Соединенных Штатов. Что его на это подвигло, сказать трудно. Хотя он тоже написал воспоминания к читалку, пухлый том. Но воспоминания – не очень надежный источник информации. Может быть, какое-то ощущение разочарования. Может быть, ему вовсе не хотелось возвращаться в Москву, хотя его ждала завидная карьера. Может быть, личные какие-то проблемы. Когда он уже перейдет окончательно на сторону американцев, то ему американские спецслужбы подложат девушку, чтобы его немножко утешить. Она потом тоже напишет воспоминания, из которых следовало, что человек, занявший такой высокий пост в делах интимных, был совершенно неопытным и, может быть, впервые в жизни испытал какие-то жизненные радости. Может быть, все дело в этом сказать невозможно. Но так или иначе, в два с лишним года он передавал американцам все секретные документы, которые читал. А читал он их много, потому что приезжал в советское представительство в Нью-Йорке, шел в специальную комнату в шифровальном блоке, и там читал все шифровки, поступавшие из Москвы. Почему он сбежал? Потому что из Москвы пришла срочная шифротелеграмма. Его вызывали в Москву. Он испугался. Неожиданный вызов. Решил, что он разоблачен, и ровно 40 лет назад, в марте 78-го года, перешел окончательно на сторону американцев. Ночью вышел из дома. Там его ждала машина, как в кино. Ждала машина с американскими оперативниками. Его отвезли на конспиративную квартиру, где его ждало несколько сотрудников ЦРУ. В том числе опытный оперативный работник по имени Олдрич Эймс. Тот самый Эймс, который вскоре сам предложит свои услуги советской разведке. Он просто пришел в наше посольство в Вашингтоне, предложил свои услуги, попросил 50 тысяч долларов. Это был сложный вопрос, вступать с ним в отношения или нет. Решились. Его вербовкой занимался заместитель резидента Виктор Черкашин, впоследствии награжденный Орденом Ленина. Это очень высокая награда для разведчиков. Олдрич Эймс получил не 50 тысяч долларов, а примерно 2 миллиона. Такие большие деньги советская разведка еще никому и никогда не платила. Но того стоили услуги Эймса, потому что он ни много ни мало принес весь список агентов. Весь список завербованных американцами агентов внутри Советского Союза. Когда Черкашин увидел этот список, он был потрясен. Он личным шифром написал тогдашнему начальнику разведки Крючкову и вылетел в Москву, чтобы доставить этот список лично. Все эти люди были арестованы и казнены по приговору суда. Кем были эти завербованные американцами агенты? Мы точный список не имеем. Их было больше 10 человек. Все это были сотрудники комитета государственной безопасности. Самое поразительное состоит в том, что в нашей отечественной мифологии, в кинематографе, литературе, искусстве в работе на американцев всегда подозревают либеральную интеллигенцию, поэтов, писателей, художников. И это крепко сидело. В марте 1963 года, тоже своего рода годовщина сейчас отмечаем, в Кремле руководители партии государства встречались с деятелями культуры. И Никита Сергеевич Хрущев, руководитель партии и правительства, начал свой разговор со слов «Хлуй западных держав, выйти вон!» Он был уверен, что в зале сидят наемники американского империализма. А в зале сидели выдающиеся деятели русской культуры, литературы, те потрясающие писатели, художники, кинематографисты, которые составили славу нашего искусства и славу нашей страны. Но такова была традиция обвинять именно этих людей в работе на иностранные разведки. И мы видим, что некоторые традиции не умирают. Поэтому мы будем вновь и вновь возвращаться к историческим событиям, которые помогут нам разобраться в делах сегодняшних. А чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в Ютьюбе.